Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом о возможности обложения процентов по банковским вкладам в рамках применения упрощенной системы налогообложения. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме Минфин приходит к выводу о том, что в том случае, если проценты по банковскому вкладу не связаны с предпринимательской деятельностью физического лица, то в этом случае эти проценты не облагаются по УСН. Таким образом, из письма Минфина следует, что при определении налоговых последствий необходимо руководствоваться определенным сущностным критерием. А именно критерием связи процентов с предпринимательской деятельностью физического лица. В том случае, если эта связь отсутствует, то тогда проценты должны облагаться НДФЛ в соответствии с главой 23. Ну а если связь все-таки присутствует, то Минфин в общем-то не исключает то, что соответствующие проценты могут облагаться УСН. На самом деле в позиции Минфина наблюдается определенное изменение. Дело в том, что Минфин достаточно долгое время придерживался позиции о том, что независимо от того, применяет ли лицо УСН, независимо от того, указывается ли в договоре вклада о том, что лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, в любом случае проценты по банковскому вкладу не могут облагаться УСН. И на самом деле такое письмо я уже рассматривал в 2018 году. Это было письмо Минфина 2017 года. Встает вопрос, почему Минфин несколько, на мой взгляд, скорректировал свою позицию. Возможно, на это повлияла судебная практика, в том числе практика Верховного суда. Дело в том, что в том же 2018 году Верховный суд рассматривал данный вопрос. И, в общем-то, в деле, который рассматривал Верховный суд, суды и судья Верховного суда поддержал в этом суде, допустили возможность обложения процентов по вкладу в рамках упрощенной системы налогоблажения. При этом здесь следует заметить, что суды придерживались определенного формального подхода, а именно поскольку в договоре по банковскому вкладу было указано, что лицо является индивидуальным предпринимателем, то суды посчитали, что должен применяться тот режим, который применяет индивидуальный предприниматель к своим доходам от предпринимательской деятельности. Таким образом, налогоплательщикам, индивидуальным предпринимателям, применяющим УСН, необходимо, во-первых, принять во внимание письмо Минфина от 1 апреля 2019 года. Также следует понимать, что Минфин придерживался ранее несколько иной позиций, ну и, кроме того, учитывать необходимую судебную практику. Практику, на которую я ссылаюсь, практику, в том числе Верховного суда, я рассматривал на канале, вы можете, в общем-то, эти материалы найти. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.